Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я, как и любая из вас, очень люблю духи. Ангел и демон – это мое новое увлечение. Видите, какой интересный флакон. И я думаю, что всем это будет интересно. Я сегодня отправляюсь на блошиный рынок. Я на блошином рынке. Уже началась осень. И сейчас идет спецпроект. Флакон из старинных духов. И сейчас мы посмотрим поближе. Флакон Gold Dress. 1989 год. Флакон Эдипиап «Жизнь в розовом». 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 Когда я смогла увидеть, какие бывают флаконы на Востоке, что каждый флакон имеет свою историю и какой-то мист, я бы сказала, вот это я открыла полностью двери для флаконов Бахрейна. Самый интересный путь, наверное, это флакон Ральфа Лорена, белый чай, который никто не знает, но это считается флаконом Милани Трамп. Машина времени пока не изобретена, но кое-что может мигом отправить вас на 10, 20 или даже 50 лет назад. Имя этому чудесному средству – Винтаж. Ничто не хранит воспоминания так, как запахи. Если у вас остались старые флакончики от туалетной воды, попробуйте понюхать их. Скорее всего, остатки духов разбудят старые чувства и воскресят приятные воспоминания. Примерно так же работает и ретропарфюм. Кому-то он напоминает о детстве или молодости, кому-то о первой влюбленности. Экстравагатные модницы с его помощью пытаются поймать дух иного времени. К винтажным духам принято относить ароматы, которые в настоящее время вышли из производства и официально не продаются. Минимальный возраст для них – 15 лет. Но некоторые модные дома могут выпускать туалетную воду, которая была популярна в определенное время. И она не уходит с прилавков, поскольку остается актуальной и востребованной у покупателей до сих пор. И яркий пример этому – Шанель номер 5 от модного дома Шанель. Главное условие – винтажный парфюм должен быть легендарным, знаковым для своей эпохи. Главное условие – винтажный парфюм должен быть легендарным. Практически на каждом стенде художественного проекта «Влашиный рынок» мы можем найти подлинные раритеты. Сокровища, привезенные из многих стран мира, переполняют закрома наших участников. На стенде, где я нахожусь сейчас, есть платок. Это платок 1960 года компании «Эрме». Это редкость. Вы поймете почему. Это платок посвящен собору Парижской Богоматери. Уточню, что здесь скорее не блошиный рынок, а настоящий антикварный салон, куда постоянно приезжает за покупками московский бомонд и где можно увидеть известных людей. Вот и сегодня на своем стенде за прилавком стояла сама Екатерина Робертовна Рождественская. Известный фотограф, журналист, художник-модельер, бывший редактор журнала «Семь дней», которого вы знаете по своим знаменитым фотографиям. «Семь дней», «Семь дней» «Семь дней» дерево 10 тысяч стоит смотрите как раз для моих украшений а я ничего не подумал просто красота там несколько дает можете поднять до дворей пиццы с меня не пошла хорошо а а и а и а и 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 Продолжение следует... 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 А чья это посуда? Англия. А какой век? 60-70-е годы 20-го века. А голубой тоже английский, но голубой идет к сервизам. Спасибо. А здесь, в принципе, можно по предмету. Спасибо. Это тоже Англия и все? Англичане, да. Англичане, начало 20-го века. И это тоже, да, они одно время примерно. Да, 20-го века. Понятно. И сколько вот такая стоит 3 с тарелочками? Это 3 тысячи. 7 тысяч. 7 тысяч. Понятно. Какой смешной, да, вот эта крышечка. Совсем старина-скорина вспоминается наша молодость. Какие красивые кубки, замечательные. Вот это вот бронзовая, такая красивая. Вот часы. Совершенно необыкновенные. А вот эта чашечка, это что? Это 52-й пункт, это 5 тысяч часов. Это просто пункт и стиражка с тарелкой. Понятно. А это? Это в Никопритане, это парагон, фактура, которая сейчас у нее не существует. Вот это. Они все в одной сцене. Я просто сейчас поясню, посмотрела, что за перчатком прям где-то парагон. А вот это считается классным повыше штаба, чем она была. Но это просто, этого уже не существует. Не существует. А этого не существует. А этого тоже не существует. А тут еще видите, в чем это дело. Здесь клеймо, которое менялось каждые десяти. За счет этого можно посмотреть, в какой период все. Да, да, это я знаю. Поэтому вот эта вот, например, серебряная подушка. А вот? Она есть в зеленом исполнении, она бывает реже. А в бардовом чаще. Но все равно это достаточно раритетные вещи, коллекционные. Это вот тоже парагон. Те же года. Но несколько раздельно. А у вас нету вашей визиточки? У нас есть Инстаграм. А вообще мы всегда здесь, на этом месте. Да, мы четыре раза в год все время здесь есть. Понятно. А вот я хочу сказать, что это такое у вас. Это яйца пошел. Яйца пошел. Потому что я смотрю, мне это часто спрашивают, что у вас даже цена на ней есть. Понятно. Варится яйцо, пошел. Пошел, сейчас модно опять. Это вкусно. Спасибо. Мы любим покушать. А это чье? Я все в Великобритании. Все, в Великобритании. Это еще достаточно редкие вещи. Это для дамских тигарей. Пух ты. Действительно. Надо же. Спасибо большое. Музыка. 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 До свидания, дорогие друзья! Спасибо, что были со мной! До новой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok